Пропаганда в России и в Европе. В чем сходство, в чем различие? Мне кажется, различие в том, что в России плохо готовят пропаганду, скажем так. В этой стране есть некий талант не гордиться о реальных успехах, а бояться о чем-то другое, о чем-то чужого. В Европе есть пропаганда. Я думаю, что пропаганда всегда была. Берем пример из античности, чтобы избегать любых политических обсуждений. Вергилий, который был великим поэтом, писал Энейду. А почему он писал Энейду? Одна из самых величайших поэм в истории человечества. Недавно римляне заняли Грецию. А как мы можем сказать, почему римляне должны занять Грецию и стать великой державой? И что придумали? Что римляне происходили из города Троя, благодаря Энее. Энея пришла в Италию и ознавала тот город, который потом стал Лавином, который потом стал город Рима и все такое. Это была пропаганда, да. Но какая пропаганда? Мы до сих пор читаем эту книгу, читаем эту поэму, а не как пропаганда, а как именно литературное произведение. И конечно пропаганда есть против России, есть пропаганда против Европы. Но оба глупые. Особенно потому, что это ни в чем. Россия это часть Европы. Европа не может жить без России. Посмотрим об Европе без Толстого, Достоевского, без Чехова, без Маяковского, без Малевича, без Пастернака. Посмотрим о России без античной литературе. Без французского романа. Без французского романа, точно. Без итальянской оперы. Без немецкой философии. Это невозможно. И так как тоже смотрит Россия без таких восточных народов или мусульманских народов, как, ну не знаю, татари, башкири и другие. А каково значение Первой мировой войны для Европы и для России в плане, как это подают? В Европе для многих стран это как часть строения национальной идентичности. И может быть, если бы в России обсуждали бы больше, что была война реально, поняли бы 17 лет лучше, поняли бы, почему солдаты решили ходить на Братани с врагами, скажем так, или поехать домой, чем воевать. И когда говорят об отсутствии национальной идеи, что надо строить национальные идеи, а зачем национальные идеи? А это обязательно. Это процессы, которые были в каком-то времени. И они не всегда были как бы положительные, потому что да, в Италии это был, может быть, последний этап национального объединения. Но на риторике Первой мировой войны, на риторике героизма, на риторике именно войны, заражать и все, пришел фашизм. И это было 20 лет страданий итальянскому народу. И Вторая мировая война. Самоидентификация, национальное сознание и самоидентичность, как ты это понимаешь, да? И на примере России. Посмотрим, что случилось с французской революцией и с итальянским объединением. Во Франции, как идентификация с нацией, был политический процесс, не связанный с этническими вопросами. И гражданином Французом, француз, был то, кого принял идеалы французской революции. Объединение Италии. Фаттал Италия, безонне фареги итальяне. Мы сделали Италию, пора создать итальянца. Во России. Россия это многонациональная страна. Мы на итальянском, на английском, на французском не можем переводить точно предлагательный российский. Или Россия. Мы переводим как русско. Russian, русско. Бывает какой-то момент, когда, например, вы встречаете какую-то прекрасную татарскую девушку, на улице говорят, так вы откуда? Из России. А вы русская? Нет, я татарка. А почему вы говорите на русском? Почему вы граждане в той стране? Россия это интересный случай, потому что если мы берем так называемые западные окраины Российской империи, где жили белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи, вопрос был очень тонкий. Если самоидентификация через религии, значит, что православные украинцы или православные карелии, они русские, потому что они верят в православие. Языковый вопрос, значит, что католики, которые жили в Белоруссии, ну, то есть в тогдашних губернах того региона, или греко-католиков, которые жили в Галиции, они были русские, потому что говорили на языке, который был похожий, или диалект русского языка. Ну, это не важно, понятно, что украинский это не диалект русского. Посмотрим сегодня на мир. Никогда, как сейчас, страхи о потере, идентичности или о других народах никогда не были такие сильные. Как ты считаешь, что спровоцировало возникновение русского собрания в начале 20 века? Вплоть до середины 19 века у Российской империи и бюрократа Российской империи была достаточно многонациональна. Хотя все говорили на русском, но, скорее всего, на французском, и в некоторых регионах на немецком. Даже если смотреть долю польских чиновников или чиновников из польского происхождения в бюрократе Российской империи еще до конца 19 века, ну, будет удивительно. Эти люди поняли, что они не смогли бы больше сохранить свое первенство, как русских подданных, как русских правозлавных подданных. И поняли, что внутри бюрократы тоже были, из-за разных соображений, но особенно из-за устарейшего модела, которые думали об империи, как о ненациональном пространстве, что они не смогли бы защитить интересы русских. Но здесь, когда говорим русских, мы говорим интересы чиновников, бюрократов, промышленников и так далее. И поэтому создалось как реакция, как реакция на то, что в то время не только распространились национальные настроения в окраинах Российской империи, они уже были, а как реакция на социализм, который тоже в то время... Русское собрание начало свою деятельность в 1901 году. Из-за того, что мы смотрим, в 1898 году была основана социал-демократическая партия в России. И это тоже была реакция, потому что они видели социалистов тоже угрозу потерять правозлавие, империю и все такое. И так они создали. Но им не получилось, потому что они не были способны устроить партию или организацию, которая смогла бы быть народным. Это вопрос, потому что в национализмах есть всегда одна противоречия. Что да, нация выше всех, но в нации члены не только аристократы, а тоже самых простых людей. Представьте, как смогли бы князи или генерали сидеть за дном столе с рабочими или с другими. Поэтому Русское собрание именно не смогло бы иметь успех. А другие видеорганизации, как, например, черносатонцы, да, умели какой-то успех. А кто такой русский с точки зрения националистов начала века? Там есть несколько таких точек зрения. Точно не евреи. Начнем с этого. Точно не евреи, потому что всегда считались евреев как чуждой элемент в создании русской нации. Правозлавный человек, хотя тоже такой критерий иногда был достаточно под вопросом, потому что был такой журнал о краине России. Там на дно страницы было. Ну вот, поэтому коренные, они часть русской нации, потому что они исповедуют правозлавие. Я поворачиваю страницу, и там была статья, как привыкать католики белой России, то есть в немецкой Белоруссии, быть горячими русскими патриотами. Вот из-за этого, кто был русским для них, это было очень сложно. А еще хотелось бы поговорить об образовании в России и в Италии. Что общего и какие различия? Здесь есть некоторые огромные отличия, потому что в Италии мы учимся в разных школах в течение 13 лет. Не только здания, но именно учреждения. У нас есть 5 лет так называемой начальной школы, школы элементария, 3 года средней школы, школа медиа, и 5 лет, которые либо в институте, либо в лице. И потом 18-19 лет выступаем в вузе. Я считаю, эта система лучше, чем российская. Я объясню, почему. Потому что у человека сразу придет сознание, что жизнь меняется. А когда ты сидишь, как часто бывает, с первой до последней класса в одном и то же здании, это странно. Иногда даже с одним и то же учителем. В России есть много плюсов. Особенно в плане инфраструктуры. Италия с школьными инфраструктурами очень плохо. Есть места, где люди учатся просто в каких-то непонятных зданиях или так. Но сейчас вопросы всегда в реформах образования, которые проводятся и в России, и в Италии. Я очень боюсь за Россию, потому что я это уже видел в Италии. В Италии сейчас у нас есть так называемая функциональная грамотность. Люди не понимают тексты, люди не умеют писать, не умеют говорить. Мне что-то нравится в России, что есть здесь, в педагогическом, что есть стажи. Что люди могут преподавать, могут сходить и получить опыт. Даже если, может, и сами не преподают. Но смотрят, как устроена жизнь в этих местах. Моей маме почти 60 лет. Она преподает уже лет 35. Я думаю, что ей пора на пенсию. Бедные ученики. А в Италии нет. Работаешь до 65 лет. Я считаю, что это очень плохо. Особенно в этих случаях надо быть мотивированы молодые люди. Одна черта, которая мне нравится и в России, и в Италии, что школы и вузы мало обещаются. В России меньше, чем в Италии. А чем отличается высшее образование? Ты учился в Италии, преподаешь в России. То есть, как бы, можешь компетентно сказать. В России есть вузы, где научат, как надо писать. Если так, англичане называют это классе academic writing. Ну, академическая письменность. В Италии этого нет. В Италии нам не научат, как писать научную работу. Придем в диплом, пишем научную работу. Даже в аспирантуре нас не научат. В России, что-то мне нравится, что-то есть много конференций для студентов. Именно. Это в Италии нет. В Италии даже тебе не дают публиковать до аспирантуры, распечатать научную работу. И это я считаю глупо. Это проект по понятиям. Меня зовут Альбина Шакирова. В гостях был Джованни Савина, историк и филолог. Смотрите новые выпуски программы на канале YouTube МГПУ. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»